А перед началом видео я рекомендую вам подписаться на мой новостной канал Telegram, в котором вы раньше всех будете узнавать о новых проектах, о выплатах и о свежих новостях. И это еще не все, подпишитесь и узнайте больше. Всем привет, вы смотрите канал интернет и деньги про заработок и криптовалюты. И этот ролик будет полезный для тех, кто хотел бы купить крипту, но еще это не сделал и не знает как это сделать. На самом деле все очень просто, я покажу вам очень простые способы и разберется с этим каждый. Давайте сразу будем приступать. Первый способ это конечно же сервис мониторинга BestChange. Я постоянно его использую, особенно для вывода средств из интернета, потому что здесь не только можно покупать криптовалюту, также можно ее продавать и обменивать другие валюты, например доллары на рубли и так далее. Итак, чтобы купить крипту, в левом столбце вы выбираете, что отдаете, то есть за что покупаете, а в правом что получаете, то есть какую криптовалюту в данном случае вы хотите купить. Если, например, вы хотите купить криптовалюту с карты, у вас на карте есть средства, вы опускаете сниз, ищите здесь интернет банкинг и выбираете банк, в котором у вас карта и средства. Например, я живу в Украине, выбираю приват 24 гривни. Соответственно, в этом видео покупать криптовалюту я не буду, просто вам приведу пример, как это делать. Так что вы можете использовать данную инструкцию вполне по реальным целям. Далее, в правом столе я выбираю, что я хочу купить. В данном случае это криптовалюта, так что я выбираю крипту, которую хочу купить. Ну давайте возьмем биткоин, он самый популярный, самый первый. Так что будем показывать на примере биткоина. Здесь сразу вам открываются обменники, с помощью которых вы можете купить криптовалюту с приват 24. Соответственно, чем выше обменник, тем курс более выгодный. Чем ниже, тем курс уже менее выгодный. Разница, в принципе, не очень большая, но если на больших суммах, то в принципе она может прощутиться. Также, ребят, важно вот здесь смотреть на отзывы. Чем больше отзывов, тем более доверие к обменнику. Ну, хотя, в принципе, все они хорошо должны работать, потому что BestChange следит, чтобы все эти обменники были платежеспособными. И все это проверяется. Но лучше все-таки перестраховываться и смотреть на отзывы. И также смотрите, нет ли ни одного негативного. Если нет, это очень хорошо. Вот, например, на первом месте CocoPay. Он обменивает от 1800 гривен. Кстати, за этим тоже следите, потому что, например, вот этот от 10000 гривен и так далее. Если, конечно, у вас сумма поменьше, вы хотите купить биткоин или другую крипту на сумму меньше, то здесь нажимаете на калькулятор, вводите ту сумму в гривнах, либо в рублях, ну, смотря что отдаете, за которую хотите купить криптовалюту и нажимаете рассчитать. После этого здесь у вас появятся все обменники, которые обменивают именно от такой минимальной суммы. Теперь давайте откроем отзывы вот этого обменника CocoPay, например. Открываются отзывы, их можно почитать. Вот, как всегда, все быстро, все понятно и быстро, спасибо, быстро. В общем, отзывы хорошие, позитивные, поэтому можно выбирать данный обменник. Выбираем этот обменник, он у нас открывается в новой вкладке. Здесь сразу, кстати, пишется, сколько биткоинов резерв. Также можно смотреть на резерв вот здесь сразу на BashChange. Давайте посмотрим. Вот обменник CocoPay. И вот тут вот сразу отображается резерв. Обязательно тоже на это смотрите, потому что если в резерве нет только средств, сколько вы хотите купить, то, конечно же, обменник вам не обменяет. Поэтому переходим снова на обменник. У нас здесь, в принципе, всего хватает. Обычно то направление, которое вы выбрали на DashChange, когда открывается обменник, оно сразу выбрано. Но здесь, как видим, нужно выбрать еще раз. Выбираем Privat24 и хотим купить биткоин. Далее здесь можно почитать правила и инструкции. Вообще здесь ничего сложного, ребят, нет. Все обменники между собой, в принципе, по интерфейсу немножко схожи. Так что интуитивно, все абсолютно понятно. Далее здесь вводите сумму, в данном случае в гривнах, если у вас рублевая карта по рублях и так далее. Сразу тут прописываете номер карты. Выпускаетесь ниже. У вас сразу здесь будет видно, сколько вы получите биткоинов на данную сумму. Давайте возьмем, например, на 10 тысяч гривен. Вот 10 тысяч гривен. С комиссией вот такая сумма. И я получу 638 513 сатошиков, если отдам 10 тысяч гривен. В общем, прописываете номер карты. Здесь адрес биткоин-кошляка, который у вас уже должен быть создан. Либо можете взять его с биржи. Далее тут прописываете ваш email-адрес. Здесь вешаете капчу. Ставите галочку и нажимаете кнопочку «Обменять». Далее у вас откроется инструкция для оплаты. Соответственно, вы оплачиваете. Переходите на страницу оплаты. Все это подтверждаете. И ждете, пока обменник обработает ваш платеж. Самое долгое время, которое у меня занимало по обмену. Ну, конечно, я тогда не покупал криптовую, а просто выводил крипту к себе на карту. Я ждал 20 минут. Это самое долгое время. Обычно за 2-5 минут все быстро приходит. В общем, далее у вас будет новая инструкция на страничке. Там все так интуитивно понятно. Показывать я это не буду. Потому что здесь, чтобы показать, перейти на следующую страничку, необходимо вводить все свои данные. То есть номер карты и так далее. И чтобы все это не палить, я, конечно же, далее заходить не буду. Но я думаю, интуитивно вы уже все поняли, как это делать. Тоже, ребята, абсолютно самое с другими направлениями и другими обменниками. Давайте, например, если у вас есть средства на Perfect Money. Давайте найдем Perfect Money. Вот Perfect Money. Доллары. И вы хотите купить также либо биткоин. Ну, давайте в этот раз возьмем эфириум. Все, ребята. Вот такие обменники обменивают Perfect Money доллары на эфириум. И все то же самое. Смотрим на отзывы. Смотрим на резерв. И смотрим, вот скольких меняет. Как видим, вот от 500 долларов. Вот есть от 50 долларов. Ну, мы хотим, например, купить эфира на 100 долларов. Нажимаем калькулятор. Прописываем сумму 100 долларов. Нажимаем рассчитать. И вот здесь черненький выделены все обменники, которые обменивают именно от 100 долларов. Здесь тоже читаем отзывы. Далее выбираем обменник. Вот тут можно было также посмотреть на значки. Ну, давайте, например, выберем вот этот обменник. Выбираем его. И абсолютно то же самое, что и в первом обменнике. Суть немножко другая, но, в принципе, все тоже. Здесь прописываем сумму к отправлению. Ну, вот, например, в нашем случае это 100 долларов Perfect Money. Вот столько эфира мы получим. Далее вводим email, адрес эфира. Ставим галочку, нажимаем создать заявку. Снова переходим на страницу оплаты и оплачиваем заявку. Далее нажимаем я оплатил. И ждем поступления средств на наш эфириум кошелек. Я думаю, что за ним все понятно. В общем, вообще здесь ничего сложного нет. Это лично для меня самый простой способ именно использовать сервис BestChange. Можно обменивать средства любые и в любых направлениях. Ну и давайте покажу вам еще один способ, который предполагает покупку криптовалюты именно уже через биржу. Покажу я на примере биржи Финанс. Чтобы купить криптовалюту на бирже Финанс, соответственно, для начала необходимо на ней пополнить баланс. Скажу сразу, что чтобы пополнять тут баланс, необходимо пройти верификацию. Верификация на самом деле здесь очень простая. Я прошел ее буквально за полчаса. И вообще никаких проблем для меня это не составило. Итак, для того, чтобы пополнить баланс, вы переходите вот сюда, кошелек, фиат и спот. Я уже нахожусь на этой страничке. Тут нажимаете кнопочку «ввод». Далее вас перебрасывает уже на страницу, на которой вы можете выбрать, что хотите отдать. Вот, например, вы тут выбираете валюту. Либо рубли, либо доллары, либо гривны, евро. В общем, есть разная валюта. Выбираете, например, рубли. Тут выбираете способ оплаты, либо банковская карта, либо электронные деньги. Кстати, при пополнении с картой, как видим, есть комиссия плюс 3,3%. Тут вводите сумму. Например, 10 тысяч рублей. Далее, как видим, комиссия будет 330 рублей. Здесь выбираете карту. Нажимаете «продолжить». Тут вводите номер карты, вводите срок действия, кольт безопасности. Далее вводите свой адрес, почтовый индекс, город, регион и выбираете страну. Нажимаете «оплатить сейчас». Переходите на страницу оплаты и подтверждаете ваш платеж. Там тоже все по инструкции четко рассказано. После чего вам средства поступают на баланс. Это, опять же, можете подслеживать на странице «Фиат и Скотт». Переходите на данную страничку. Здесь сразу будет видно, пришли ли вам средства на баланс или нет. Вот здесь сразу видно рубли, сколько у вас будет. Как только на балансе у вас появляется та сумма, которую вы пополняли, вы уже можете покупать криптовалюту. Для этого выбираете «торговля», «классическая». Здесь сразу вам будут видны, какие валютные пары доступны за рубли. Вот, например, ADA, Cardano, BNB, Bitcoin, Boost, DogeKey, Ethereum, Litecoin, USDT и Ripple. Именно такие криптовалюты за рубли вы можете купить. Но если вы хотите купить какую-то криптовалюту, которой здесь нет за рубли, вы можете рубли обменять на USDT и уже за USDT купить другую валюту. Как обменять рубли на USDT? Все очень просто. Вот здесь выбираете валютную пару USDT, рубли. Далее опускаетесь вниз. Здесь, как видим, сейчас стоит лимит. Это значит, что вы можете выставить свою цену на ордер, но при покупке USDT смысла нет, потому что это криптодоллар, цена его не растет, не падает. Так что по лимиту, в принципе, можете его не покупать. Если покупаете другую крипту, можете выставить, например, при покупке цену ниже, чем сейчас. И ваш ордер сработает тогда, когда будет такая цена. То же самое на продажу. Если хотите продать продажу, дороже, чем сейчас, выставляете ордер на цену больше, и, соответственно, только тогда ваш ордер сработает. Но при условии, если такая цена будет достигнута, если нет, то ваш ордер не сработает, и вы, в принципе, сможете его отменить. Но чтобы купить по той цене, которой сейчас, то есть вы уже прямо сейчас хотите купить крипту, вы вот тут выбираете маркет. Далее тут есть ползунок. Вы, например, пополнили на 10 тысяч рублей, и на все все хотите обменять на USDT. Вы вот тут ползунок выбираете 100% и за все это покупаете USDT. Если, например, 5 тысяч хотите потратить на USDT, то ставите вот тут 50% и так далее. Можно выбирать любой процент. То же самое с другой криптовалютой. Когда вы уже, например, обменяли рубли на USDT, хотите купить, ну, к примеру, возьмем трон. Вот тут вводим TRX и смотрим. Вот трон USDT. Доступная валютная пара. Выбираем. У вас обновляется страничка. Снова идем к стаканам. И здесь вы уже, как видим, покупаете троны. То же самое, сколько есть у вас USDT, выбираете вот тут всю сумму, либо на полсуме хотите купить троны и так далее. Нажимаете купить и у вас срабатывает ордер. Как видим, покупать криптовалюту на бирже тоже труда, в принципе, не составит. Хотя финансом я не так давно начал пользоваться. Ранее я использовал только BASHCH. До сих пор, в принципе, он для меня более легкий способ. Но, тем не менее, здесь тоже все очень просто, доступно. И если провести несколько операций, быстро привыкаешь. И все тоже быстро и понятно. Ну что ж, ребят, вот такие два способа, за которые вы можете купить криптовалюту в интернете. Надеюсь, видео для вас было интересно и полезно. Ссылки на BASHCH и биржу Binance оставлю в описании. Потому что, если, например, на биржу Binance, то я знаю, что можно попасть на фишинговый сайт. То есть, на другой у вас могут там унести средства. Поэтому я вам оставлю ссылку именно на Binance, которая точно вас приведет на данную биржу. Так что, все ссылки в описании. Кому интересно, ставим лайки, подписываемся на канал. Кому же не понравилось, можете ставить дизлайк. Не обижайтесь, потому что каждый выражает свое мнение. Ну что ж, на этом все. Бейбейми на канале Интернет и деньги. Всем удачи и профита. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok